7 класс 36 серия. Матрицы. Матрицы называется прямоугольная таблица, которая содержит некоторое количество строк. Строки это горизонтальные ряды и некоторое количество столбцов. Если М строк, Н столбцов, то вот числа М и Н называются порядками матрицы. Вот это матрица, которая содержит две строки и три столбца. Если число строк равно числу столбцов, то это квадратная матрица. Вот в этой матрице две строки и два столбца. Значит это квадратная матрица второго порядка. Числа, которые входят в состав матрицы, называются ее элементами. Понятие определителя. Определитель квадратной матрицы второго порядка. Если перемножить элементы матрицы, числа, стоящие на главной диагонали, а главная диагональ идет из левого верхнего угла в правый нижний. Вот перемножить числа 4 и 5, а затем из этого произведения вычесть произведение чисел, стоящих на второй диагонали. Вторая диагональ называется побочной. Получится определитель матрицы. Решая систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными, будем находить определители. Так, например, давайте рассмотрим систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Если первый столбец – это коэффициенты при х, второй столбец – коэффициенты при у, главным определителем системы будет а1, b2 минус а2 умножить на b1. Это главный определитель системы. Если главный определитель системы не равен нулю, то тогда система имеет единственное решение. А если равен нулю, то тогда либо решений нет, либо их бесконечно много. Итак, главный определитель системы. Первый столбец – а1, а2, второй столбец – b1, b2. Определитель обозначается буквой дельта. После того, как найден главный определитель системы, надо найти дельта х. Первый столбец – это числа, стоящие справа от знака равенства. c1, c2. А второй столбец без изменений, коэффициенты при у. Чтобы найти х, надо дельта х разделить на дельта. А разделить на дельта можно в том случае, если это не 0. Дельта у. Первый столбец – коэффициенты при х. Второй столбец – числа, стоящие справа от знака равенства. Итак, если главный определитель системы не равен нулю, система имеет единственное решение. х равен дельта х, надо разделить на дельта. А у – дельта у, разделить на дельта. Графически. Если бы система решалась графически. Прямые пересекаются. Прямые – это графики уравнений. И имеют единственную общую точку. Система имеет единственное решение. Если главный определитель системы равен нулю, а дельта х и дельта у принимают значения отличные от нуля, система решений не имеет. Если же главный определитель системы равен нулю, дельта х или дельта у тоже ноль. В таком случае система имеет бесконечное множество решений. Первая задача. Разделите число 410 на три части. х, у и z. Так, чтобы х относился к у как 3 к 2, а у к з как 7 к 3. Давайте представим отношение 3 к 2 как 21 к 14. То есть домножим на 7. И делимое, и делитель. 21 к 14 – это все равно, что 3 к 2. А здесь домножим на 2. Тогда получится отношение 14 к 6. И это отношение равно отношению 7 к 3. 14 и здесь 14. Можно записать, что отношение х к у к з – это как 21 к 14 и к 6. 21 часть – 14 частей, 6 частей. А всего 41 часть. 41 часть – это 410. 410 делим на 41. Находим 1 часть – это 10. А теперь можем назвать х, у и z. 21 часть – это 210. Это х, у – 140. И z – 60. Таков ответ. Задача вторая. Найдите значение выражения. Обратите, пожалуйста, внимание, что идут скобки. Раскрывая скобки, знак надо будет поменять. Что получится? Так, минус 3. Потом минус, минус 3. Если четное число минусов, знак плюс. Потом будет нечетное число минусов, пойдет знак минус. Потом опять будет четное число минусов, значит знак плюс. Всего троек тысяча. Разбиваем тройки на пары. Значение суммы каждой такой пары равно нулю. Значит будет 500 пар. 500 раз значение суммы 0. Значит значение этого выражения равно нулю. Давайте разгадаем кендоку. В клетке надо вписать числа от 1 до 5, так чтобы выполнялись вот те условия, которые указаны в каждом блоке. Квадрат разбит на блоки. Числа не должны повторяться ни в одной строке, ни в одном столбце. В одном блоке повторяться могут. Так, какие условия в каждом блоке? Например, вот в этом блоке. Сумма трех чисел этого блока равна 9. Так, вот в этом блоке. Разность чисел в этом блоке равна одному. В этом блоке. Произведение двух чисел этого блока равно 6. В этом блоке значение частного двух чисел этого блока равно 2. Ну что ж, давайте начнем. Давайте начнем вот с этого блока. Произведение трех чисел равно 25. Единственный вариант 5 умножить на 5 умножить на 1. Две пятерки нельзя в одном столбце или в одной строке. Значит, пятерки будут записаны вот в этих клетках. А здесь будет единица. Так, теперь давайте обратим внимание вот на этот блок. Произведение двух чисел равно 6. Значит, в одной из клеток двойка, а в другой тройка. Других вариантов нет. Теперь давайте посмотрим вот на этот блок. Разность двух чисел равна единице. 1 и 2 нельзя, потому что единица есть в этом столбце, и двойка будет в этой строке. 2 и 3 тоже нельзя, потому что 2 и 3 будут в верхней строке. 4 и 5 тоже нельзя, потому что пятерка есть в этом столбце. Единственный вариант 3 и 4. Причем тройку записываем вот здесь, потому что в верхней строке тройка будет, а здесь 4. Так, идем дальше. Вот в этом блоке произведение двух чисел равно 20. 4 умножить на 5. Четверку записываем здесь, потому что в верхней строке четверка уже есть, а здесь записываем 5. Частное двух чисел равно 2. Подходит только вариант 1 и 2. Причем единицу записываем здесь. В верхней строке двойку писать нельзя, она будет вот в блоке, где произведение чисел равно 6. А значит тогда двойка будет здесь. Так, и так далее. Чем меньше остается свободных клеток, тем легче разгадывать. Ну, давайте разгадаем еще. Вот здесь, в этом блоке. Разность двух чисел равна 3. Пятерку писать нельзя, потому что уже есть в этом столбце. Значит, единственный вариант 1 и 4. Причем во второй строке 4 есть. Значит, 4 надо записать здесь, а здесь будет единица. Во второй строке осталась одна пустая клетка. Значит, записываем пятерку, потому что в каждой строке и в каждом столбце числа от 1 до 5 включительно. Тогда здесь единица, потому что сумма чисел в этом блоке должна быть равна 6 и так далее. И в конце концов мы получаем ответ. Ответ вот таков. Все клетки заполнены числами от 1 до 5 включительно. Числа в строке и в столбце не повторяются. Выполняются все условия в каждом блоке, которые указаны в условии задачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...